Добрый день, воскресенье, снегопад. Мы едем в Вегас. Вытряхнуть ноги надо, чтобы в машину грязюку не тащили. У нас сегодня прогулочный день, сегодня воскресенье. Мы едем в торговый центр, просто погулять ее на всяких там аттракционах. Хотели поехать в зоопарк, но в такую погоду, мне кажется, зверей не выпустят на улицу. Поэтому будем внутри помещения гулять. Плюс еще нужно зайти в Самошан, купить там кое-что по мелочи. Еще хочу зайти в Глори Джинс. Настюхе надо джинсы купить, потому что ей уже короткие. Вот у нее джинсы, штаны буквально на 3-4 месяца. Растет прям не по дням, а по часам. Мы на площадке. Здесь такой лабиринт классный. Спустились пониже. Я думала, холодно детям здесь ходить. Оказывается, нет, тепло. Ковер такой, как будто трава. Самое главное, родителям здесь бесплатно. И родителям тоже так хочется здесь поиграть. У меня мальчики есть, я смотрю, тоже поиграют. Тут неограниченное количество можно играть. И главное, здесь за каждую игру платить не нужно. 1500 рублей стоит один билет на ребенка. Родители проходят бесплатно сопровождение. И на затылку. Самые любимые батуты. Родители тоже прыгают. Так нечестно. Если хотите вымотать детей, запустите их вот сюда, в этот бассейн с мягкими кубиками. Там так тяжело ползать. Они еле выползают оттуда. А там еще, смотрите, есть футбол. Хоккей на льду. Пить хочешь сейчас, да? Вот, залазишь туда в сетку. И в футбол играешь. И вот, хоккей. Любишь кататься, люби и ватрушки возить. Тут такие лабиринты. Чертики всякие. Можно замок построить здесь еще. Наигрались. Сейчас перекусим, чай попьем и опять будем играть, да? Самый дорогой. Давай вот эту с клубникой. Ну ладно. А кафешка-то, смотрите чья. Не только кафешка, а вообще весь вот этот центр. Какая вкуснятина. Какая вкуснятина. У меня супчик. Лапша с яичками, перепелинами. И медовик. Если будете здесь, обязательно возьмите вот это клубничное мороженое. Это мороженое, это взбитые сливки. Но это очень вкусно. Мороженое прям с кусочками клубники. Объедение. Клубничное, клубничное, клубничное. Мы в Ашане уже взяли папе футболку. Настюхе в Глории джинсы взяли джинсы. А сейчас нам нужно взять опилки для фифы, для мышки. И колесико. Шарик или колесико. Что-нибудь такое посмотреть. Это же для мышей подойдет же. Для всех видов грызунов. Вот это вот, наверное, нам надо. Колесики есть, но по 65 рублей. Но они в клетку не поместятся. У нас клетка слишком маленькая. Это надо какую-то другую клетку. Но непонятно какую. Ну, это же Анюта пускай. Да, знаешь, какая такая? Вот она, смотри, какая клетка есть. Но она тоже маленькая. А еще Анюта попросила взять какую-то такую куклу. Две. Одно с красными волосами, другую с черными. У подруги день рождения. Она какой-то хочет сюрприз сделать. На торт. Здесь только такие светлые волосы. Тут уж для ресниц и вот ей волосы покрасить. Покрасить волосы какую-то. Всем доброе утро. Новый день. Я спешу на работу. Сегодня понедельник. И у меня в 9 утра клиентка. Думаю, все спят. Я понять не могу. Макс Тучушков не собирается. А ему в 10-е, как с каникулы. Я потом как встала, как бегом, не по завтраку. Ну, голову помыла. Мне это на работу. До клиентки мне 20 минут, а бежать 15 минут. Прибавляю шаг, а то не успею. Добежала буквально за 10 минут. Вообще, надо худеть. Надо худеть. За 10 минут добежала. Я обычно 15 минут быстрым шагом хожу. А это за 10 минут. Так, ну что? У меня все чистенько. Это хорошо. Стемпинг вчера пробовала делать. Сейчас покажу. Вчера, говорю, позавчера. В общем, такой блокнотик. Вот такие рисунки. Я не знаю, насколько это будет информативно для клиентов. Будут они выбирать или нет. Но ничего другого я не придумала. Вот. Бросила так, потому что... Ой, сережки не одела. Ну, ладно. Сегодня будет девочка, которая ногти наращивала на типсы. У нее, которая ничего не держится. Высокие точки просто. И мы наращивали на типсы. И она уехала на море. Так вот, уже прошел месяц. И сегодня она придет на коррекцию. Посмотрю, что у нее там осталось от ногтей. Я специально не монтировала ее работу с наращиванием, чтобы в конце показать, как эти ногти относились. И главное, она сегодня была записана на педикюр. Вчера вечером она написала мне, что на педикюр хочет записаться. А на маникюр еще через неделю. Я говорю, нет, дорогая, уже месяц прошел. Давай и то, и то сделаем. В общем, она сегодня придет и то, и то будет делать. И я потом вам покажу, что от этого наращивания осталось. Первая отпустила. Что-то я так спать хочу, не могу. Пилю, и у меня глаза закрываются. Смотрела вчера сериал «До часу ночи». «Хорошая жена» называется. Это сериал про адвокатов. Классный. До этого тоже смотрела сериал «До смерти красиво». Тоже про адвокатов. Это что-то аналогичное, только там более таких терминов много адвокатских. Что не всегда понятно вообще, о чем там речь идет. Но все равно очень интересно. Там такие всякие дела интересные рассматриваются. Это не у нас в стране происходит. Это зарубежный сериал. Но все равно интересно. Вот как начну смотреть серия за серией. Они еще останавливаются на чем-то самом интересном. И тут же начинается следующая серия. Ну как не посмотреть. Ты сидишь и смотришь. Или лежишь и смотришь. Потом раз так на часы. Уже час ночи. Думаешь, нет, надо спать. Какой? Куда? Вот этот? Надо было денечек потерпеть. А он не потерпел денечек. Два денечка. Но уже лучше результат. 9 из 10. Но держится долго, да, держался. Я ей просто сказала, что в школе-то матом не ругалась. Отпустила вторую. Был маникюр-педикюр. Типсы продержались. Но единственное, что вот два дня назад она говорит. Указательный палец. Ну как, отслоился сильно. И она плюс ударилась. Постель заправляла. И она думала, я оторву его. В итоге она заклеила на суперклей. И я сказала, ну а что бы не подождать. Чуть-чуть там замотать чем-нибудь. Зачем на суперклей? Я еще сейчас спиливала. Так фреза об этот суперклей. Ударилась или что. Я не знаю. В общем, больно так стукнула ей по пальцу. Она руку отдернула. Я перепугалась. Блин. И все. Потом уже только кусачками начала откусывать. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Но, наверное, минут 15 с одним пальцем просидели. Вот. Ну а так все боковые параллели на месте. Все типсы на месте. Немножко у кутикулы отслоился гель. Но там совсем чуть-чуть. Но это не критично. С учетом того, что она ездила на море. Вот. Так что 3 часа мы с ней просидели. Руки, ноги. На руках был просто гелем. Мы сделали она. Потому что после смены тоже бедная сидит, спать хочет. У меня тоже глаза закрываются. Она уже здесь на кресле, на педикюре уснула. Вот. Я уже доделывала. Она спит. А я не спросила у нее френч будем. Но она всегда френч делает. Френч будем делать. Или думаю, может быть она как на руках. Просто нюд захочет. И она спит. И мне неудобно ее разбудить, спросить. Вот. Потом она как-то сама проснулась. А я у нее спросила. Сделали френч. Сидела полтора часа. Пыталась сделать стемпинг. Что-то мне не нравится то, что у меня получается. Такой блокнотик. Два листика всего отпечатала. Вот первый листик. И второй вот листик. И что-то мне не нравится. Какая-то ерунда. Непрезентабельно. Ну, так вот вроде рисунок можно понять. Но как-то непрезентабельно, некрасиво. Если вот на типсах другое дело. Ладно. Фиг с этим стемпингом. Перегорит. В перерыве между клиентками. Открыла телефон. Увидела такой комментарий по поводу того, что. Чего вы сидите, мучаетесь с клиентами. У которых руки деревянные. Которые сложные. Которые плохо носят. Которые больше месяца ходят. Но это не только ко мне было обращение. А вообще ко всем мастерам. И мне тоже несколько раз попадались в инстаграм. Такие мастера, которые говорят. Типа, вот пока вы пилите одного. Я троих пилю. Я зарабатываю больше. И отсюда вопрос. Как вы к такой ситуации относитесь. Я лично, допустим, тоже. Ну, слишком сложных клиентов. В плане самого человека. Да. Я, ну, как бы отшиваю. Избавляюсь потихонечку. Корректно. Так все. В плане тяжелых рук. У меня тут больше играет какой-то азарт. Наверное. Чтобы, знаете. Найти все-таки способ, как с этими руками работать. Да. Какой материал будет лучше держаться. Может быть, это просто отговорки. Того, что я боюсь, допустим, потерять клиента. И я сама себя так уговариваю. Что вот поработай. Давай вот этот материал. Падай. Такую технику попробуем. Чтобы у нее руки, ногти держались. Вот. На улице опять снег идет. А ты посмотри. Дворники не успевают убирать. Он кучи какие уже наводили. Вот. И как вы думаете вообще? А куда таким людям ходить? Вот. Говорит. За 1000 рублей. Говорит. Три часа сидите. Вот. Есть такое. Да. Такое есть. Ну вот с этой девочкой тоже сейчас, которая у меня была. У нее тоже плохо держится. И когда она первый раз ко мне пришла, я ей сделала укрепление гелем. И в итоге она мне через неделю присылает фотки, что у нее торцы откололись. А это когда новый человек. Ты же не знаешь, что это всегда так. Это вот каждый месяц так. Она даже вот сама мне сидела. Я удивляюсь. Я три недели проходила спокойно. На четвертой неделе вот у меня только уже начали цепляться от кутикулы. Вот. А так у меня, говорят, неделя и все. Я не могу дольше ходить. У меня, ну у нее предрасположенность есть. У нее там и заболевание есть соответствующее. Из-за которого могут не носиться ногти. И она сама это осознает. А что я вообще говорила? А. И. Ну вот мы же нашли способ. Типсы. И держится хорошо. Сейчас мы, получается, я и не убирала. Только тот палец, который она вот сломала. Только его мы нарастили заново. Опять-таки на типсы. И уже у нас время работы сократилось до двух часов. Вот. Хотя изначально я тоже с ней сидела по три часа. Вот. А та, которая вот с тяжелыми руками, она, да. С ней у меня не получается сократить время. Потому что там идет полигель. Типсы наращивания она просто не хочет. Она взрослый человек. Наращивания она не хочет. Она хочет короткие ногти, на короткие полигель. Для меня это сложно. И было бы правильно, наверное, отказаться от нее, чтобы не сидеть с ней три часа, а взять какую-нибудь другую легкую клиентку, с которой я буду полтора-два часа сидеть. Резонный вопрос. Но вот для видео, может быть, да. Тоже вот как блогер. Мне нужны такие руки. Азарт тоже такой есть, чтобы научиться с такими руками работать. Для меня сложность больше вызывает кутикула. Есть руки, на которых кутикула очень ранимая. Даже не задумываясь от таких клиентов я избавляюсь. Потому что я понимаю, что, ну что, чтобы я по максимуму, конечно же, буду аккуратничать, буду стараться делать без порезов. Но микротравма все равно есть. И человек, который может выйти, ну не зря же говорят, даже после педикюра одевать чистые носочки. Ну а тут руки. Вот человек вышел там, где только что-то дотронулся, ручка двери, там еще что-то в микроранку попал, какой-нибудь вирус или еще что-то похуже. Похуже, и потом, кто будет виноват, мастер. Поэтому я стараюсь с такими руками не работать с ранимыми, с кутикулой с ранимой. Вот. А что касаемо носибельности, то с этим еще можно побороться. Вот. И к слову о ранениях. Я вот сейчас девочка, у нее нормальная кутикула. Я никогда ее не ранила, а сегодня я ее ранила. Потому что плохо отодвинула кутикулу. Обычно я работала пельсиновой палочкой. Пока я сейчас перешла на пушер, а пушер оказался широкий для ее пальцев. И я плохо отодвинула. И в итоге фрезой пыталась отодвинуть и поранила. Тоже бывает такое. Я устал. Я собрался. Я иду домой. Завтра у меня клиентка в 10 часов. Поэтому я не буду убираться. Я приду к 9 и уберусь. Мне сейчас неохота. Самое главное закрыть все крышки, все банки. А то я ухожу даже. Обезжиривательно закрываю. Потом удивляюсь, что у меня так быстро улетучивается. Ну все. Увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok